Приветствую вас, я постараюсь последовательно ответить на все ваши вопросы, то есть вопрос у вас, конечно, один всего, но тем не менее у него есть ряд нюансов, к которым стоит отнестись внимательно и ограничиться только рекомендациями по поводу того, как вам себя вести, здесь было бы не очень практично. Дело в том, что если отвечать на ваш вопрос о том, как следует себя вести, то получается, что ответ придется свести каким-то советом, каким-то, знаете, фразом типа «Ведите себя вот так, потому что так». То есть получается, что мы мало чем будем отличаться от, например, вашей же свекрови и, собственно, ее мамы, как я понял. Все-таки мы здесь не для того, чтобы давать вам советы, а для того, чтобы постараться помочь и увидеть ситуацию немножечко под другим углом. Итак, первое, что мне показалось из вашего сообщения, то, что вы довольно-таки целеустремленный человек, четко понимающий свою профессию, знающий, чего он хочет, отдающий себе отчет в том, как он живет, как он хотел бы жить, и, в общем-то, имеющий взгляды на свою жизнь. То есть вас нельзя назвать неуверенными в себе, и это очень здорово. Это очень здорово, потому что проблем будет гораздо меньше, на мой взгляд, чем, если бы вы чувствовали себя неуверенно, ощущали бы вину, которую вам, между прочим, пытаются привить, то есть вам пытаются привить чувство вины осознанно или нет, для того, чтобы, собственно, вы были подчинены свекрови и, собственно, бабочке мужа. И вот это все достаточно здорово, я вам очень хотел бы порекомендовать как раз-таки это сохранять в себе, то есть в ряду позиций, отстаивать свою позицию, отстаивать свои интересы и так далее. Вот это вот очень правильная у вас черта. Значит, дальше существует определенное противоречие у вас в том, что вы пишете. То есть, понимаете, вот вы жили какое-то время далеко от... Ну, давайте будем пока называть одним словом родители, да, понятно, что это речь идет о родителях мужа. Вот мы будем говорить о родителях и подразумевать под этим словом родители мужа для простоты. Так вот, вы жили какое-то время далеко от родителей, потому что, ну, вы справлялись сами, значит, соответственно, справлялись вы сами с ребенком, да, справлялись вы сами с делами по хозяйству. И переехать жить поближе к родителям мужа вас вынудила такая ситуация, что родился второй ребенок. И вам стало тяжело. Значит, противоречие заключается в чем? Вы переехали потому, что вам нужна помощь. Теперь классически получается так, что помощь вам не нужна. То есть вы, конечно, вроде как в помощи-то нуждаетесь, вы вроде как испытываете потребность в том, чтобы вам помогли. Но с другой стороны, эта помощь оказывается вам совсем не так, как вы ее себе представляете. И можно было бы сказать, что вот, дескать, я не знал о том, что все будет так. Но проблема в том, что вы в своем сообщении, вы в своем письме пишете, что и раньше свекровь и бабушка мужа, и раньше они активно старались как бы навязывать свое мнение вам, но они не видели того, что происходит. Соответственно, здесь есть два момента. Первый момент – это когда вы планировали второго ребенка или когда вы были беременны старым ребенком, обсуждали ли вы с мужем, как будете жить? То есть обсуждали ли вы с ним перспективу и возможности справляться все-таки без родителей мужа или нет? Если вы изначально планировали справляться с проблемами с помощью родителей мужа, то тогда возникает вопрос. Как вы сопоставляли это с тем, что вот вы пишете, что она в очень навязчивой форме просила вас по телефону хотя бы делать что-то из того, что вы не хотели делать? Вот. Значит, вот вы пишете до этого, когда мы жили далеко, вы делали вид, что соглашались с ними, тогда они просто звонили по телефону и они не видели, что вы делаете. Соответственно, вы же как-то сопоставляли отношение этих людей к вам по телефону и то, что будет, когда вы приедете. И неужели вы не догадались, неужели вы не смогли предположить, что все будет так? Если вы не предположили, то это ваша невнимательность к обстоятельству. И как бы возникает вопрос с планированием, то есть насколько вы обстоятельно планируете свою жизнь с мужем, насколько вы вообще обсуждаете за своим супругом то, что с вами будет. То есть имеет ли место у вас общие взгляды на ситуацию, поддерживаете ли вы друг друга, прислушиваетесь ли вы друг к другу или нет. А если вы предполагали то, что так будет, то соответственно, наверное, вы же как-то думали о том, чтобы справляться с этим, чтобы как-то противостоять этому. И если вы это предполагали, то основная проблема заключается не в том, как ведут себя родители мужа, а основная проблема заключается в том, что муж ни с того ни с чего начал вам грубить, перестал вам помогать. То есть его родители имеют на него влияние. И это тоже несколько странно, потому что вы пишите о том, что у свекрови сложные отношения со своим мужем и сложные отношения со своим сыном, несмотря на то, что он ее единственный сын. И когда это, вот эти вот сложные отношения, то есть то, что вы говорите, что они не близкие люди, ваш муж и свекровь, не близкие люди между собой, а как бы исключает тот факт, что она, свекровь, на него влияет. И это значит, что, по всей видимости, муж стал вести себя грубо не потому, что на него начали влиять его родители, а потому что он, вероятно, ощутил, что вы вместе с его родными находитесь, и как бы, ну, больше, что ли, может быть, в его власти, или как-то, да, понимаете? То есть проблема здесь, мне кажется, в том, что мужчина поменял свою позицию, и вам бы нужно у него спросить, то есть вот почему раньше он вам помогал, а теперь он вам не помогает. И если он будет вам говорить о том, что для этого есть его родители, то, простите, вам можно резонно ему возразить, что живете-то вы с ним, а не с родителями. И он, отец своего, ну, своих детей, да, а не родители, которые тоже являются родственниками, безусловно, но муж – это непосредственный отец. И что изменилось в его позиции? Вот об этом с мужем вам нужно поговорить. Кроме того, грубость – это следствие снижения уважения к вам, мужчины. То есть со стороны мужчины уважение к вам теперь меньше. Возникает вопрос, почему? Откуда произошло, откуда начало браться вот это вот обесценивание вас? Как мне показалось, что спривоцировало это не ваше поведение. То есть вы вроде бы ведете себя так, как нужно вести правильно и на редкость правильно. Проблема не в вас, проблема в мужчине. Он как-то сдал по-другому вас воспринимать. И в первую очередь, прежде чем говорить про то, как противостоять родителям мужа, давайте все-таки мы проясним отношения с вашим мужем. Понимаете? Можно просто, вот знаете, например, детей оставить с бабушками, да, ну, я имею ввиду, как-то для ваших дочерей, значит, мама, мужа – это бабочка, а бабочка мужа – это прабабочка. Значит, бабочка и прабабочка выставляют детей, а сами с мужем выезжаете куда-нибудь, в каком-нибудь местах, где вы могли бы побыть только вдвоем, и там проясняете свои отношения. То есть вы пытаетесь с ним поговорить и выяснить, почему он так себя стал вести, чем обусловлено его поведение, то есть как-то вот по душам так поговорить. Потому что, понимаете, определенно у вас изменились социальные роли, с периодом к родителям мужа. То есть муж теперь в большей степени это еще и сын, и внук, муж теперь это, по большому счету, в большей степени ваш муж, а вы тоже перестали быть только женой и матерью. Теперь вы еще и имеете отношения с его родителями. Я не очень силен в названиях родных, поэтому прошу меня просить, если как-то вот не очень классно, не очень понятно здесь говорю, но надеюсь, основную мысль вы уяснили для себя. То есть вы перестали быть только женой для своего мужа и перестали быть только матерью. Ваши социальные роли стали более многочисленными, и это, возможно, заставило вашего мужа увидеть вас с другой стороны, с другой стороны, которая ему не понравилась, или которая по какой-то причине взотмила то, как он воспринимал, как видел вас раньше, и из-за этого, собственно, его отношение к вам и поменялось. И вот этот момент нужно урегулировать. То есть вам нужно своему мужу показаться вновь только его женой и матерью его детей же, а чтобы вот эти вот другие роли, которые вы играете, условно говоря, с его родителями, они чтобы отошли на второй план. Но для этого ну не соответствующий диалог. Вы можете детей взять, если угодно, и все вместе только вы, дети и муж куда-то выехать ненадолго, там буквально на 2-3 дня, чтобы побыть без родителей, чтобы вспомнить вот это вот то время, когда вы жили без них, и чтобы вы все-таки стали единым целым опять вновь. Потому что без мужа у вас мало шансов на то, чтобы, как бы так сказать, счастливо, положительно и без потери для себя и ваших детей эту ситуацию разрешить. Нужна поддержка вашего мужа. Если вы будете бороться условно и против его родителей, и против своего мужа, то будет вам тяжело, и уж точно здесь вопрос о сохранении семьи вообще будет стоять очень остро. Несмотря на то, что вы об этом не говорите прямо, но тем не менее эта проблема будет. Итак, предположим, что вот этот момент мы с вами рассмотрели. Вопрос взаимоотношений с мужем. Для чего он нужен? Для чего я обратил на него ваше внимание? Потому что вам с мужем нужно вместе выработать стратегию по поведению с вашими родителями, с вашими родителями. То есть, условно говоря, родители здесь выступают своего рода таковыми и для мужа, и для вас. Понимаете, единая позиция, чтобы вы с мужем, как бы, поддерживали друг друга против родителей. Ну, даже не против, а в отстаивании позиции, чтобы вы не были одна. Значит, какая это позиция? Это позиция по, значит, во-первых, по пониманию, по отшельчиванию потребностей вашего мужа. То есть, его грубость – это следствие неудовлетворения каких-то потребностей, неудовлетворения каких-то желаний. Это первый момент. Момент, значит, удовлетворения потребностей. Второй момент – это установка границ. То есть, что конкретно родители мужа могут делать, что они делать им хоть не могут. То есть, вы решаете это с мужем так, чтобы учитывались ваши интересы, его интересы, интересы ваших детей и в последнюю очередь интересы родителей. Потому что родители здесь выступают как бы инсайдерами. То есть, они приходят извне, да, и пытаются наводить свои порядки у вас в семье. То есть, вы к ним не лезете, да, а они к вам лезут. Значит, поэтому их интересы учитываются в самую последнюю очередь как интересы менее заинтересованных лиц. И дальше вы вот эту позицию четко вместе с мужем доносите до свекрови и бабушки. Говорите, что вот так-так между нами были проблемы некоторые, да, между нами были равногласия, недопонимания, вот, в том, что вы хотите помогать, но, в общем-то, у нас с вами разное видение того, какая это помощь и так далее. И вот, собственно, то, что мы, то, что мы и как мы видим в нашем с вами взаимодействии. Мы – это я и мой муж. И вы высказываете позицию свою. Но вам нужно обязательно учитывать, что вы приехали поближе к родителям именно для того, чтобы они вам помогали. То есть это вы нуждаетесь в помощи с их точки зрения. И с их точки зрения они оказывают вам услугу, они помогают. Да, они помогают, так как они могут. Да, они помогают, так как им кажется правильным. Но это люди другого поколения. И это люди, у которых другие ценности. Этих людей не переделать. Этих людей не поменять. Поэтому вам нужно в принятии своей позиции, в выработке своей позиции, учитывать этот момент, что вы приехали им за помощью. И не вас не уговаривали, вас не уговаривали. Вы приехали, вы показали, что вы нуждаетесь в помощи родителей мужа. И нужно соблюсти баланс между отграничиванием их от себя и, собственно, той помощью, из-за которой вы, собственно говоря, и приехали. И вот то, в чем вам тяжело, как вы говорите, что мне справляться стало тяжело, вот то, в чем вам стало тяжелее справляться, вот это и максимально подробно постарайтесь разложить по полочкам и определить роли бабушки и я имею в виду дочери, да, для ваших дочерей, роль бабушки и прабабушки в этих аспектах, в которых вам стало тяжело справляться. И чтобы родители помогали вам только там, где вам тяжело. В остальном вы сами определяете, как и что. и поэтому, если вы скажете это все одна без поддержки своего мужа, будет вам сложно. А шанс того, что к вам не прислушаются, очень большой. На самом деле очень большой. То есть у вас практически нет шансов, чтобы вот без руганий, да, без каких-то ссор, без конфликтов, донести до них свою позицию. Это будет сложно. Но если вы сделаете все, как я сказал, то у вас появится реальная возможность без обострения ситуации вот это вот это все сделать. И тогда останется вам только лишь следовать своей позиции. Вместе со своим мужем вы будете отстаивать ее, тем самым раз за разом показывая родителям, что им вот дальше определенных позиций нет хода. Дальше только ваша ответственность, ваши прерогативы и все, не более того. Предположим, что значит это вы сделали и предположим, что родители пересловно сразу это не восприняли, то есть они будут соглашаться с вами может быть, особенно если вы с мужем это вдвоем скажете, если вы скажете так лучше для детей, все дела, немножечко можно сгустить краски, слукавить, что это в принципе вполне допустимо. Сразу они это не воспримут, потому что им будет тяжело, они в их ценности не укладывается то, что вы говорите то, что вы делаете. По их мнению их точка зрения самая верная и вам это нужно принять. Дальше. Теперь предположим, что с мужем вас договориться не получится и тогда вы остаетесь одна. Одна ну собственно против условно назовем это так против родственников мужа и наверное даже против него самого уже в таком случае. Здесь вам опять-таки что нужно сделать. Вам нужно в первую очередь вот понять, что оттого что вы как-то что-то будете говорить своему мужу обвинять его родителей или самих родителей пытаться переделать мало что вообще изменится. Вам нужно просто понять будет, что кроме вас ваши интересы и интересы ваших детей никто не защитит. И если этого он не хочет делать муж, то вы будете делать это сами. Как? Ну, во-первых, терпеть грубость мужа не нужно, и если он не хочет идти на встречу вам, то соответственно вы говорите ему о том, что вы сомневаетесь в целесообразности дальнейшего существования, дальнейшего пребывания, и собственно будете думать о том, что вы на почти один день назад отдельно или как-то еще. То есть мужу нужно показать, что текущее положение вещей вас не устраивает и вы в принципе не будете это терпеть. Родители его будут настроены против вас совершенно однозначно, то есть для них вы ничего не понимающий человек и вам нужно просто перестать воспринимать этих людей как разных себе, потому что они действительно не равны вам, они скажем так люди другого поколения, как я уже сказал, про бабушку так и вовсе наверное уже очень старая, и наговориться с этими людьми, как людьми деловыми адекватными понимающими и в общем-то умеющими принять свою точку зрения не повышат, вам стоит достичь терпением, вам стоит обустроить себе свои собственные личные границы, куда бы не было доступа никому, кроме вас, вам стоит озаботиться обязательно как можно большей степени независимости от мужа, от его родителей, то есть это может быть материальная составляющая, это может быть составляющая бытовая и так далее, чтобы у людей было как можно меньше рычагов для давления и влияния на вас, вам необходимо озаботиться релаксацией для себя, чтобы вы расслаблялись, чтобы вы отдыхали, чтобы вы как-то восстанавливали свои силы, и вам нужно концентрироваться на своих детях, то есть делать только то, что полезно для детей, не для вас, для детей, и этим оперировать во взаимодействии с вашими родными, ну то есть с мужем и его родителями, то есть если вы все-то делаете, вы делаете это для детей, вы считаете, что детям так лучше, это у вас право как мат, как матерь, и все. Вот в принципе то единственное, что по сути есть у вас из возможного поведения, в случае, если вы остались садом. существует еще один момент, это момент занять фигровь и бабочку мужа, оставлять их какими-то интересами, какими-то увлечениями их обеспечить, чтобы у них было меньше времени на то, чтобы докучать вам, но здесь опять же без вашего мужа будет сложно что-либо сделать. Понимаете, основная мысль заключается вот в чем, что все, что вы делаете, то есть как вам себя следует вести и так далее, все это имеет смысл только тогда, когда с мужем у вас все хорошо. Понимаете, если с мужем у вас нет взаимопонимания, если муж вам грубит и никак не помогает, то возникает вопрос, ради чего вы все это терпите. Возникает вопрос, ради чего вы все вот это стараетесь выдержать, ради чего вы стремитесь как-то наладить свое поведение, да, если с мужем у вас нету движения настречи друг к другу. Получается, вы только для себя и для своих детей пытаетесь уйдиться с родителями вашего мужа. По сути, вы живете с ними, а не с ним. И в этом случае вам стоит подумать о том, чтобы показать именно мужчине, что вы можете от него уйти, что он вас к себе не привязал, что вы свободный человек и что он может вас легко потерять таким поведением. И я понимаю, что для вас это достаточно сложно. Понимаю, что особенно злымя детьми вам невероятно тяжело представляется подобное. Но в противном случае ваша жизнь действительно будет еще больше адом, чем то, что есть сейчас. Без поддержки мужа под постоянным давлением его родителей вам просто-напросто будет нереально тяжело и просто жизнь перестанет приносить вам удовольствие в таком случае. И здесь я рекомендую вам, потому что будем рассчитывать на самый худший вариант, здесь я рекомендую вам в этом случае рассчитывать только на себя. То есть вы допустим сейчас не можете работать, сейчас вы не можете обеспечивать себя и своих детей, но у вас есть бабушка и собственно прабабушка ваших дочерей, которые готовы как-то вас разгрузить. Соответственно вы можете это использовать для поиска вариантов по обеспечению своей независимости от них от всех, то есть и от родителей мужа, и от самого мужа и постепенно прорабатывать пути уже самостоятельной жизни, чтобы однажды когда понятный второй ребенок станет подрослее, побольше, вы смогли бы сказать своему мужу, что все, я ухожу и больше не хочу так жить. И то есть во втором случае вам необходима цель. Цель, чтобы вы не чувствовали себя запертой в клетке среди родителей мужа и самого мужа. Чтобы у вас постоянно была какая-то дальняя персональная для вас перспектива развития для себя и для ваших детей. Тогда я думаю вы ни в коем случае не упадете духом и будете двигаться к своей цели и будете счастливы ради своих детей, потому что на них, на ваших дочерей это важный момент. Очень негативно влияет то, если вы ссоритесь например со своим мужем, если вы сами несчастны, дети могут это все впитывать, они это и впитывают как губки и собственно говоря ребенок в силу своего восприятия мира будет думать, что это все из-за него. Отседок комплексы, проблемы, ну и так далее. Еще раз, счастливым ребенок может быть только тогда, когда счастлива его мама. Именно мама, заметьте, самый близкий человек, даже не отец, а мама, поскольку именно вы большинство времени проводите с ними, как бы там ни было. Ну все ж, вот в принципе как мне видится ваша ситуация, вот в принципе как я думаю можно ответить на ваш вопрос. На этом все, если у вас какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.